Всем привет! С вами снова инженер-электрик Екимов Игорь. Как я и обещал, в этом видео я рассмотрю нестандартную схему подключения проходных выключателей. Первый раз я ее встретил в одном коттедже, куда меня вызвали. Местные электрики не разобрались, как подключить проходные выключатели по этой схеме и предлагали всю проводку заменить. Я же разобрался, как работает схема и подключил все розетки и выключатели в коттедже. Чуть позже я эту схему нашел в книге по занимательной электротехнике. Тем не менее, она практически используется в электрике и лучше знать заранее ее работу, если с ней столкнетесь. В этом видео я разберу, как работает данная схема и для чего ее лучше применять. Само же практическое применение я разберу в следующих роликах. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы эти видео не пропустить. На слайде вы видите эту схему подключения проходных выключателей. Особенность этой схемы в том, что фаза и ноль подключены к боковым контактам проходных выключателей, а к средним контактам подключена сама лампа. В данном случае на оба контакта лампы подается ноль. Так как тока от цепи нет, лампа не горит. Переключим первый проходной выключатель. Через него на лампу подается фаза. Другой контакт лампы подключен к нулю через второй проходной выключатель. Ток проходит по цепи. Фаза, первый проходной выключатель. Лампа, второй проходной выключатель. Нулевой провод. Лампа загорается. Переключим второй проходной выключатель. Теперь на оба контакта лампы поступает фаза. Разности потенциалов нет и лампа не горит. Опять переключим первый проходной выключатель. Теперь ток идет по цепи. Фаза, второй проходной выключатель, лампа, первый проходной выключатель, нулевой провод. Лампа загорается. Если рассказать проще, если на один контакт лампы подана фаза, а на другой ноль, лампа загорается. Если на оба контакта лампы поданы или фаза, или ноль, то лампа не горит. Предупреждаю, если у вас в светильнике используются лампы с винтовой резьбой, то использование этой схемы противоречит статье 6610PUE, так как фаза может подаваться на резьбовой контакт лампы. Эта статья написана, чтобы обезопасить замену ламп под напряжением. Если вы обоими выключателями подойдите на лампу ноль, то замена этой лампы будет безопасна. Для надежности проверяйте отсутствие напряжения на лампе, проверенной индикаторной отверткой. Чем интересна эта схема? Так как к выключателю подключены ноли фаза, то к нему с легкостью можно подключить розетку без заземления. Также к стандартной розетке можно подключить проходной выключатель, используя заземляющий провод как средний провод от выключателя. То есть можно добавить к существующей проводке дополнительные розетки и выключатели без штрабления стен. Достаточно сделать перекоммутацию в коробке. Как это сделать, я расскажу в следующем ролике. Подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы эти видео не пропустить. Также эту схему лучше знать на случай, если с ней столкнетесь при ремонте электропроводки. Тогда у вас не будет вопросов, почему на проходной выключатель подается чистая ноли фаза. Вы с легкостью разберетесь проводки и сделаете ее ремонт. Как я и говорил, я продолжу эту тему в следующих роликах. Свои вопросы задавайте в комментариях. Может кто сталкивался с такой схемой на практике. Буду благодарен за ваш опыт. Поддержите канал лайком и до встречи в новых видео.